Итак, мы продолжаем обсуждать интегрирование. И сегодня поговорим о том, что происходит, когда... До сих пор мы обсуждали интегрирование непрерывных функций. Мы доказывали формулу Ньютона-Лейбница, которая работает в том случае, если подинтегральные функции непрерывно. И сейчас мы поговорим про более широкий класс функций, которые тоже интегрируются. А потом расширим класс функций даже на те, которые раньше интегрировать было нельзя. Значит, первое – интегралы функций с разрывами. Значит, давайте посмотрим на какую-нибудь такую штуку. Скажем, есть такая функция, называется SignumX. Это такая функция, которая равна единице, если x положительный, нулю, если x равен нулю, и минус единице, если x отрицательный. Значит, график у нее выглядит как-то так. Значит, вот такая функция. И, допустим, я хочу посчитать от нее какой-нибудь интеграл. Скажем, вот я хочу взять какую-нибудь точку, допустим, минус 2. И дальше найти такую штуку. Интеграл от минус 2, ну вот до какого-то произвольного числа t. СигнумXDX. Как вы думаете, что будет получаться? Значит, давайте смотреть. Вот у меня есть значение минус 2. Вот я от него, допустим, отступил вправо чуть-чуть. Взял какой-нибудь t вот такое. Чему равняется вот такой интеграл, как нарисованный? Значит, вот такая площадь. t минус 2 умножить на минус 1. Да, значит, только не минус 2, а минус минус 2. Потому что мне нужно вычислить вот это расстояние. То есть из чего вычесть чего? Из t минус минус 2. Из t, да. Да, отсюда вычесть вот эту штуку. Значит, получается такая штука. При t меньшем 0, давайте я как-нибудь вот эту функцию обозначу. Пусть она называется f от t. f от t равняется просто t минус минус 2 и умножить на минус 1. У нас отрицательная эта площадь будет, потому что у нас здесь значение отрицательное. Вот, получается такая штука. Ну, давайте посмотрим. Значит, минус, получается минус 2 минус t, когда я раскрой скобки. Хорошо, но вот теперь давайте рассмотрим случай, когда у нас t. Ну, понятно, что вот эта вот формула, она будет работать до тех пор, пока t не доползет вот досюда. А когда t окажется где-нибудь вот здесь, что будет происходить в этом случае? Значит, вот если у нас теперь, я беру вот эту вот штуку и перемещаю вот сюда. Надо разбить на две площади как-то и постарайтесь считать. Ну, да, понятно, что, в принципе, интеграл аддитивен. Мы обсуждали, что если я интеграл разбиваю на несколько участков интегрирования, то общий интеграл равен сумме интегралов по этим участкам. И, в принципе, вот как бы вот этот вот участок и вот этот участок с ним явно никаких проблем нет. Единственная проблема, которая у нас здесь может возникать, это вот здесь, где точка разрыва. Но, с другой стороны, понятно, что мы можем к этой точке разрыва подойти очень близко. И сама по себе точка разрыва, она не оказывает никакого существенного влияния на интеграл. Вот. Поэтому можно сказать так. Можно заметить, что у нас будет такая штука. Значит, вот у нас, допустим, вот эта вот площадь. Если t больше нуля, то вот эта площадь просто осталась фиксированной. И дальше к этой площади прибавляется, значит, вот эта площадь идет со знаком минус. И к ней прибавляется, взятая со знаком плюс, вот такая площадь. Давайте посмотрим, что получается. Значит, при t больше нуля, f от t равняется. Значит, чему равняется вот эта площадь, красненькая? Ну, два. Да. Ну, значит, она отрицательная, и она равняется просто минус два. Дальше. Чему равняется вот эта площадь положительная? t, да, один. Просто t, да. Просто плюс t. Хорошо. То есть, смотрите, что получается. Вот если я сейчас построю картинку, если я построю график моей функции f от t, то она ведет себя как-то так. Значит, меньше нуля. Значит, это у меня t, это у меня y. Меньше нуля. Она ведет себя как минус два минус t, то есть вот такая функция. А больше нуля, она ведет себя как, наоборот, минус два плюс t. То есть вот такая штука. Вот мы получили... Мы получили такой интеграл от функции signum x, и он оказался вот таким. Он выглядит похоже на модуль. Вот мы взяли стартовую точку минус два, поэтому он оказался таким модулем, сдвинутым вниз. Но на самом деле, если бы мы взяли нижний предел не минус два, а что-нибудь другое, какую-нибудь другую точку, то мы могли бы сдвигать этот график вверх или вниз. Вот. Смотрите, значит, что получилось. Во-первых, несмотря на наличие разрыва вот этого, у нас функция интегрирована. То есть можно определить вот такой вот интеграл с переменным верхним пределом, и он будет определен всюду. Ну, на самом деле, то, как мы сейчас написали, мы здесь не рассмотрели случай t равняется нулю, но понятно, что если t равняется нулю, то есть мы находимся вот здесь, то наша площадь вот такая. И, в принципе, даже неважно. Вот если бы у меня, например, вот эта точка была бы не здесь, а где-нибудь вот тут, то даже если бы это повлияло, то есть если бы я хотел бы это учесть при рассмотрении площади, я должен был бы включить вот такую бесконечно тонкую полоску, и это бы на площадь никак не повлияло. То есть изменение значения функции в какой-то одной точке, оно, в общем, на площадь никак не влияет. Так что у нас получается какая-то функция, которая будет непрерывно. Ну и давайте посмотрим. Вот у нас была формула Ньютона-Лейбница. Она говорила, что f' от t должен равняться чему? Производный, ой, самая исходная функция. Самая исходная функция, то есть сигнум x. Это правда или это неправда? Вот для такой разрывной функции. Ну только кроме нуля. Кроме нуля, да. Потому что мы наказывали формулу Ньютон-Лейбница для функций, которые непрерывны. То есть и на самом деле мы это здесь видим, что вот там, где наша функция, вот наша исходная функция, которую мы интегрируем, там, где она непрерывна, то есть вот здесь и вот здесь, у нас формула Ньютон-Лейбница прекрасным образом работает. И действительно в этом случае производная… Так, только я не очень хорошо написал, давайте я тут напишу x. Действительно производная вот этого интеграла с переменным верхним пределом действительно равняется значению нашей функции. Но в той точке, где у нас исходная функция терпит разрыв, вот в этой точке, в нуле в данном случае, у нас у f' просто, просто f' не существует, у большой f' не существует. И там, конечно, никакая формула Ньютон-Лейбница не работает, просто потому что наша вот эта вот функция, она просто не интегрируема, не дифференцируема в этой точке, в той точке, где под интегральное выражение терпит разрыв. Вот. Ну вот такой пример. Значит, давайте я напишу сейчас теорему, которая этот пример обобщает, я не буду ее доказывать. Доказательство там, в общем, не слишком сложно, но требует какой-то техники, но мне кажется, что основные идеи просто видны на этом примере. Значит, теорема такая. Пусть f значит, непрерывно на отрезке АБ за исключением конечного числа точек C1 и так далее, C, M и в точках значит, вот этих самых точках C1 и так далее, C, M имеет разрывы первого рода. Ну, то есть, вот какие-то вот такие вот скачки, например, или устранимые разрывы, что-нибудь в таком роде. Тогда f интегрируемо на АБ и интеграл от А до Т f от Т до Т. Если мы рассматриваем вот такую вот функцию f большого от Т, то она будет значит, она будет дифференцируема всюду, кроме наших точек разрыва. Значит, в точках разрыва у нее могут быть изломы. Ну, собственно говоря, если там будут именно разрывы типа скачок, то там обязательно будут изломы. Вот. Вот такая теорема, она не исчерпывает весь класс интегрируемых функций, то есть, она несколько его расширяет. Вот перед этим, помните, у нас была теорема о том, что если функция непрерывна на отрезке, то она интегрируема на этом отрезке. Сейчас мы немножко расширили этот класс, и мы говорим теперь, что если функция быть может и разрывна на отрезке, но разрыв в конечное число, и все они разрывы первого типа, первого рода, тогда она все равно интегрирована на этом отрезке. Теоретически, можно было бы обобщать и дальше, но с практической точки зрения, мне кажется, что это нам сейчас не нужно делать. Вот. Вот такая теорема, доказывать я не буду, но я хочу, чтобы все понимали вот этот пример. Есть ли вопросы по формулировке теоремы или по этому примеру? Можете еще раз на формулировку теоремы? А можно по примеру спросить? Давайте. А вот как мы построили допустим график, вот это вот F от T, ну F большое, и у нас получается в нуле ну как бы все там хорошо, то есть там не выколото ничего, но при этом мы говорим, что там не может она быть проинтегрирована в нуле. Нет, мы говорим, что у нее производная в нуле не определяна. Ну то есть, ну то есть, смотрите, вот здесь вот, на самом деле у, вот у этого, у этой функции, ну у нее есть проблемы с непрерывностью в нуле, но на интегрируемость это не оказывает существенного влияния, потому что, ну вот, ну как бы, давайте посмотрим, например, на вот этот вот участок. Допустим, я хочу, вот допустим, я хочу найти значение вот этой функции F большое в нуле. Это означает, что мне нужно проинтегрировать вот такую штуку. Значит, вот вот минус двух, сейчас нарисую картинку. Значит, вот такая у нас функция. Вот она вот досюда просто константа, а здесь она принимает вот такое значение. Ну и дальше она вот такая, но это меня сейчас не очень интересует. И я ее интегрирую, допустим, от минус двух до нуля. Что это означает? Давайте я разобью мой отрезок интегрирования на кусочки. Да, как положено по определению интеграла Риммана. Давайте посмотрим. Значит, у меня площади всех моих кусочков, кроме самого последнего, они определены однозначно, и в данном случае они вообще даже не зависят от того, в какой точке я беру значение функции. Значит, они от точки разбиения в данном случае вообще не зависят. Но если бы это была какая-то функция, вот здесь вот непрерывно, то они бы от точки разбиения зависели бы не сильно. Точнее, не от точки разбиения, а от точки разметки, от тех точек, в которых мы значение функции считаем. Если я... А вот этот вот последний отрезочек и соответствующий он прямоугольник, он может определяться по-разному. Например, он может быть вот таким. если я беру значение функции в какой-то точке, в которой функция принимает значение минус единица. А где он еще может быть, если не вот таким? Но быть еще меньше. Меньше в смысле более узким, но это зависит от того, насколько отрезочков я разбиваю. Давай считай, что я зафиксировал количество отрезочков, на которые я разбиваю, но при этом не зафиксировал, то в каких точках я считаю значение функции. Можно посчитать на краях. Точки разметки. Да, вот если у меня точка разметки будет равна просто правому краю, во что превратится вот этот вот мой прямоугольник? Ну, не во что. Там выколотно. Нет, ну как выколотно. Функция здесь принимает значение 0. Да, во что превратится прямоугольник? 0. Ну да, он будет вот таким. Он будет прямоугольником с нулевой высотой. То есть, в принципе, вот этот вот последний прямоугольник, он может существенно менять свою высоту в зависимости от того, в какой точке я считаю здесь значение функции, какую точку разметки я выбираю. Но на предельную площадь это совершенно не оказывает никакого эффекта. Потому что, если я выбираю очень маленькое, очень мелкое разбиение, то вот этот вот последний прямоугольник, он один такой, проблемный, и он будет ужасно узким. И поэтому тот факт, что у него меняется как-то, в каких-то пределах меняется высота, нам не портит ничего. Оно не сильно меняет наш интеграл, не сильно меняет интегральную сумму. Поэтому в пределе у нас получается ровно вот эта вот площадь без каких-либо добавков или наоборот недочетов. Понятно, чего я сейчас говорил? Не очень? Нет, это понятно. Ну вот почему нас производим? Поэтому мы можем просто сказать сейчас, что интеграл от минус двух до нуля равняется просто минус двум. Просто вот этой площади, вот площади вот такого прямоугольника. Это и есть вот эта точка. И вот та функция, которая у нас получилась, то есть я вот здесь могу честно написать, что вот это все верно, если, допустим, t не превосходит нуля. То есть функция у нас получилась вот наша вот эта исходная функция, она интегрируема. Интеграл вот он, он не является, значит, он является непрерывным, но при этом у него вот здесь возникает излом, здесь у него нет производной. А, все, я понимаю. Угу. 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 Да, давайте я здесь еще допишу, может иметь изломы, но является непрерывным. Вообще, интеграл с переменным верхним пределом это всегда функция непрерывная, поэтому верхний предел. вот. Еще вопросы? Про пример, про теорему? непрерывной является функцией, да? Ну, вот непрерывной является вот эта вот функция, F большой от T. Интеграл с переменным верхним пределом, когда мы левый предел фиксируем, а правый меняем. Вот эта штука является непрерывной. Ну, то есть, вот на этом примере, вот она наша непрерывная функция. Но, извините, излом производный нет. Еще вопросы? Хорошо. Поехали дальше. Значит, до сих пор мы обсуждали то, как интегрировать функции на каких-то отрезках. Да, у нас определение интеграла Риммана было устроено так, что мы говорили, что вот у нас есть отрезок. Для того, чтобы найти интеграл по этому отрезку от какой-то функции, мы этот отрезок разобьем на n частей и дальше посчитаем интегральную сумму, дальше перейдем к пределу и все такое прочее. С практической точки зрения нам очень важно уметь считать интегралы не только по отрезкам, но и по бесконечным промежуткам, например, по всей прямой или по лучу. И давайте мы про это поговорим. Значит, несобственные интегралы называются бесконечные интервалы интегрирования, бесконечные промежутки интегрирования. Интеграл Риммана определен только для отрезков. Мы так эту конструкцию строили. Но сейчас мы хотим расширить определение интеграла Риммана для того, чтобы научиться интегрировать функции по каким-то бесконечным промежуткам. Ну и делается это следующим образом. Давайте рассмотрим такую штуку, например. У меня есть функция f от x равняется, скажем, единице на x квадрат. Это какая-то вот такая функция. симметрично относительно вертикальной оси. как-то так устроено. Значит, здесь x, здесь y. вот и давайте теперь представим себе, что я хочу сделать такую вещь. Вот у меня есть, например, точка 1, и я хочу найти площадь вот такую. Вот сюда я хочу уйти на бесконечность. Я хочу рассмотреть площадь, которая живет под этой кривой, причем не до какой-то конкретной точки, а вот туда, вот туда, вот туда, до бесконечности. Ну, тут сразу может возникнуть вопрос, а эта штука вообще существует или нет? Потому что выглядит немножко контрантуитивно. Вот эта фигура, которую мы сейчас рассматриваем, она какая-то как-то бесконечно протяженная вот туда вправо. Как же у нее может быть общеконечная площадь? Ну, вот, оказывается, что может. И как-то можно увидеть. Давайте мы рассмотрим опять же функцию f от t, которая есть интеграл от единицы до t f от x dx. Это вот такая вот штука. Давайте посчитаем. Можете такой интеграл посчитать? Минус 1 на x? Да, первообразный минус 1 деленное на x. От t до 1. Это будет в пределах от 1 до t, то есть это означает, что мне нужно поставить минус 1 деленное на t сверху и вычесть минус 1 деленное на 1. То есть это будет 1 минус единица деленное на t. Согласно? Понятно, почему мы сейчас устремим. Понятно, почему такое равенство? Значит, можно проверить. Единица на x у нее производный минус единицы деленное на x квадрат. Поэтому мы здесь поставили минус и теперь видно, что вот эта штука действительно первообразная для единицы на x квадрат. Производная вот этой штуки это единица на x квадрат. А дальше формула Ньют-Лебница, которая нам гарантирует, что уж по крайней мере на любом вот таком отрезочке функция наша функция непрерывна, поэтому формула Ньют-Лебница прекрасным образом работает. и мы получаем, что действительно этот интеграл действительно равен такой штуке. А теперь мы можем сказать следующее. Давайте действительно скажем, что мы вот это T отправим вот туда на бесконечность, просто устремливаем к бесконечности. Понятно, что вот эта наша фигура, интеграл, от которой, площадь которой мы получаем, она у нас она у нас будет со временем как бы с увеличением T, она будет исчерпывать всю нашу фигуру, которую мы хотели, площадь которой мы хотели найти, всю эту бесконечную штуку. Поэтому логично сказать вот что. Давайте просто по определению положим, что интеграл от единицы до плюс бесконечности единица на x квадрат dx, что вот эта штука она просто по определению является пределом при T, стремящемся к плюс бесконечности интеграл от единицы до t от того же самого подинтегрального выражения. Вот. И в данном случае чему равняется эта штука? единица. Единица, да, потому что вот у нас единица. А мы так положили потому что захотели или это достаточно строго? Это определение. Значит, это определение несобственного интеграла по бесконечному промежутку. Мы так захотели и оно так работает. Но так захотели не только мы, а так захотели все остальное тоже. Это естественное определение, его, естественно, сделать таким, и поэтому оно работает во всех случаях, в которых нам нужно. Давайте теперь посмотрим. Смотрите, что здесь произошло. Мы видим, что благодаря тому, что у нас эта функция убывает, несмотря на то, что сама вот эта фигура, площадь, которую мы сейчас находили, несмотря на то, что сама эта фигура, она неограниченная, она какая-то бесконечно длинная, из-за того, что она, там, где она бесконечно длинная, там она становится ужасно узкой, у нее площадь оказывается конечной. Всегда ли так будет? Давайте рассмотрим еще один пример. Давайте посмотрим на функцию единицы на х. Что вы можете сказать про такой интеграл? Первообразная уединица на х – это логарифм, и поэтому получается вот такая штука. Значит, это предел при т, стремящемся к плюс бесконечности. Предел не существует, равен плюс бесконечности. То есть, смотрите, что получается. Это, на самом деле, в какой-то мере удивительная вещь. Вот если я нарисую график единицы на х, но вот если я его нарисую от руки, график единицы на х квадрат и график единицы на х, то между ними так чисто визуально нет никаких отличий. Но с точки зрения вот такого бесконечного интеграла, это функции, которые отличаются существенным образом. единицы на х недостаточно быстро убывают, чтобы скомпенсировать тот факт, что мы считаем интеграл по бесконечному промежутку. Поэтому площадь вот такой штуки оказывается равна бесконечности. Значит, про такую штуку говорят, что этот интеграл расходится. Значит, определение. Если интеграл от а до плюс бесконечности f от t. Хорошо. f от x dx. f от x dx. Значит, вот он по определению равняется вот такому пределу. Значит, если вот этот предел существует, говорят, что интеграл сходится. А подождите, у вас внизу интеграла ноль или а? А. Когда вы написали предел. А. Теперь а. Значит, говорят, что интеграл сходится. Иначе говорят, что он расходится. Значит, это просто терминология. Ну, вот в частности, как мы выяснили, вот такой интеграл расходится. А вот такой интеграл сходится. Значит, нам довольно часто будет важно понимать про какой-то конкретный такой вот несобственный интеграл, сходится он или нет. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, ну, в какой-то ситуации мы можем просто явно найти этот интеграл, как здесь. Но довольно часто не можем. И в этом случае можно применять такую теорему, которая называется признак сравнения. И она говорит следующее. пусть f от x не превосходит g от x, и при этом больше либо равняется нулю. тогда, если интеграл от a до плюс бесконечности g от x dx сходится, то интеграл по тому же интервальчику f от x dx тоже сходится. Можно вопрос? Давайте. А если там f от x имеет какую-то синусообразную форму и не будет иметь предела? С синусообразной формой сложнее. Нужно разбираться. Значит, тут довольно трудно сформулировать какое-то окончательное утверждение. Например, можно себе представить функцию, у которой не будет предела на бесконечности, которая не будет стремиться к нулю, но тем не менее интеграл от нее будет сходиться. Такое можно придумать. Или можно придумать какую-нибудь знакопеременную функцию, которая там будет тоже как-нибудь хитро себя вести. Ну, в общем, скажем, интеграл синуса по бесконечному промежутку не сходится, потому что у него первообразный косинус, косинус не имеет предела. Но, в общем, никаких таких совсем исчерпывающих утверждений тут дать невозможно. Может быть, и можно, но сходу не получается. Вот, но, по крайней мере, вот эта теорема работает. Давайте я попробую сказать пару слов про ее доказательства. Ну, на самом деле, доказательства примерно такое. Давайте просто скажем, что вот у нас есть вот это неравенство, и неравенство можно интегрировать. Значит, ну, здесь, естественно, подразумевается, что вот это неравенство выполняется для всех х от а до бесконечности. Значит, неравенство можно интегрировать на любом конечном отрезке. Мы это знаем по предыдущей теореме. Значит, для всякого т из отрезка от а до бесконечности. Слева ноль, как ни интегрируй, останется все равно ноль. Справа будет интеграл от а до t f от x dx. И эта штука не превосходит интеграла от а до t g от x dx. Вот. Давайте теперь посмотрим на вот эту штуку. Значит, давайте я обозначу вот эту штуку через g от t. Я утверждаю, что если функция g всюду не отрицательна, то g большое не убывает. Значит, g большое от t не убывает. Ну, действительно, давайте посмотрим, кто такое это g большое от t. Значит, вот у нас есть какая-то функция g маленькая. Она всюду положительна. Ну, окей, на самом деле она должна вести себя не так, наверное, а все-таки как-нибудь, ну, пусть она как-нибудь вот так вот себя ведет. Вот мы взяли точку а. И вот мы считаем нашу g от t. Значит, вот у нас есть какая-то точка t. И вот мы считаем вот эту площадь. Ну, понятно, что если я t увеличил, допустим, вместо t рассмотрел какой-то t1, который будет больше, чем t, то тогда к моему интегралу прибавилась вот такая площадь, просто в силу свойства аддитивности интеграла, к нему прибавилась вот такая площадь. Давайте я ее вот так вот закрашу. И эта площадь положительная. Поэтому g от t1 больше, чем g от t. Ну, по крайней мере уж не меньше. Значит, g от t1 равняется g от t плюс интеграл от t до t1. g от x dx. Значит, вот эта штука больше либо равняется нулю, потому что интеграл от неотрицательной функции – это неотрицательное число. И, значит, мы получаем, что g от t1 больше либо равняется, чем g от t. Вот мы доказали, что g не убывает. Согласны? Согласны? Да. Вот. Теперь смотрите. Значит, мы знаем, что вот эта штука имеет предел, потому что мы предположили, что интеграл от g сходится. Значит, у нас есть неубывающая функция, имеющая предел. Ну, значит, она ограничена этим пределом. Если у вас есть, вот представьте себе, что у вас есть какая-то функция, значит, я сейчас буду рисовать, здесь пусть будет t, тут я буду рисовать мой график g от t, g от t. Это какая-то неубывающая функция. С другой стороны, у нее есть предел. Какое-то l большое. Вот. Значит, вот это y равняется g большое от t. Значит, понятно, что значение функции в любой точке должно не превосходить вот это l большое. Потому что если так оказалось, что мы где-то перескочим через это l большое, то есть представьте себе, что у меня была бы вот такая ситуация, что у меня g в какой-то момент взяло бы, перескочило бы через этот предел. Но поскольку оно не убывает, то это означает, что оно бы дальше не могло бы к этому l вернуться. То есть можно было бы нарисовать вот такую вот окрестность. И в этой окрестности, начиная с какого-то момента, у меня функция вообще бы никогда бы не жила. Это означает, что она вот к этому l большому не могла бы стремиться. Поэтому справедливо такое утверждение, что если я обозначу предел при t стремящемся к плюс бесконечности g от t, это, собственно говоря, мой интеграл, про который мне сказано, что он существует. Вот такая вот штука. Значит, что если я это обозначу, допустим, через l большого, то верно, что g от t не превосходит l большого, и это справедливо для всех t от a до плюс бесконечности. Ну, давайте теперь я вот эту вот функцию обозначу через f большого. Что мы получаем? Мы получаем, что у нас f большого – это тоже неубывающая функция, и она ограничена. Не напоминает ли вам что-нибудь это? Теорема двух мазиционерах? Ну, не совсем. Значит, f большая… Да. Теорема двух мазиционеров была бы, если бы у меня были бы две функции, которые стремятся к чему-то одному и тому же. Здесь вот эта штука не стремится к нулю. Вот этот интеграл, он стремится к чему-то своему. Но зато у нас есть монотонность. Мы знаем, что эти штуки не убывают. Поэтому мы знаем следующее. Значит, f от t тоже не убывает. И f от t не превосходит g от t, а g от t не превосходит L большого. Следовательно, f ограничен. Дальше можно доказать точный аналог теоремы Вирштрасса, но только для функций. И доказывается он точно так же, как он доказывается для последовательности. Значит, по аналогу теоремы Вирштрасса f имеет предел. Предел при t стремящемся к плюс бесконечности. f от t существует. Вот набросок доказательства – это теорема. Признак сравнения. Ну, геометрически что это означает? Это означает вот такую штуку. Смотрите. Вот пусть у меня есть какая-то функция. Вот это пусть будет функция g, а вот это пусть будет функция f. И вот я знаю, что вот такая площадь, вот такая бесконечная, вот такая вот площадь такой неограниченной фигуры, конечно. Но, а с другой стороны, площадь вот этой вот зелененькой штуки, она будет не больше, чем площадь вот этой розовой фигуры. И поэтому она никуда не денется, она тоже будет какой-то конечной площадью. Ничего другого с ней произойти не может. Поэтому, конечно, если вот эта вот штука дает нам какую-то ограниченную площадь, то и вот эта штука тоже даст нам какую-то ограниченную площадь. Предел существует. Можно вопрос? А мы говорим, что g от t возрастает, потому что g от x у нас положительная? Да, потому что g маленькая положительная, да. Ну, неотрицательная, по крайней мере. То есть как бы, ну вот смотрите, вот на этой картинке, значит, вот здесь вот у меня вот это, это g от x. На этой картинке мне важно, что когда я сдвигаю t вправо, та площадь, которая у меня здесь приплюсовывается, она должна быть неотрицательной. И это всегда будет так, если функция g неотрицательна. Но, собственно говоря, это тоже следствие этого факта, что неравенство можно интегрировать. Если у вас есть неравенство g от x больше либо равняется нулю, вы можете его проинтегрировать на любом отрезке, допустим, от t до t1. g от x dx. И получить, что это больше, чем интеграл от t до t1 нуля, ну а этот интеграл равен нулю. Поэтому интеграл от неотрицательной функции неотрицательный. По крайней мере, если у него правый конец больше, чем левый конец. Вот. Давайте проверим, что вот это вот условие, условие того, чтобы у нас все было бы больше либо равняется нулю, давайте проверим, что оно здесь по существу. Вот приведите мне контрпример. Приведите мне ситуацию, когда вот этого условия нету, а все остальное выполняется. То есть вот это неравенство выполняется, и вот такой интеграл сходится. Но при этом так, чтобы интеграл от f не сходился. Ну, просто f от x стремится к минус бесконечности, наверное. Ну, да, даже не обязательно, чтобы f куда-то там стремился бы сильно. В плане был отрицательным, да, интеграл. Да. А если просто пример, то минус x, f от x равно минус x. Да, пожалуйста. А в качестве g что возьмете? Ну, 1 делить на x квадрат. Угу, нормальный вариант. Значит, f от x равняется минус x, g от x равняется единице на x квадрат. Действительно, видно, что вот такой интеграл никуда не сходится. И при этом, конечно, эта функция ограничена, сходящаяся, функция, от которой интеграл сходится. Но это ей совсем не помогает, потому что мало быть ограниченной сверху, нужно еще, чтобы вот чтобы наша функция не могла бы вот так вот иметь отрицательный интеграл. Я правильно понимаю, что когда f от x у нас отрицательный, здесь нарушается то условие, что f от t не убывает? Да, 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 да. Совершенно верно. Совершенно верно, да. Значит, вот это условие неубывания, оно как раз от тут же берется. Вот, давайте я еще одну теорему сформулирую, которая может быть полезна. Не буду ее доказывать, но не то, чтобы она сложно доказывалась. Но я сейчас хотел про еще одну штуку рассказать. Значит, теорема такая, что если у вас есть интеграл от a до плюс бесконечности f от x dx, и если известно, что модуль f от x не превосходит g от x и интеграл от a до плюс бесконечности g от x dx сходится, то интеграл от a до плюс бесконечности f от x dx тоже сходится. А g от x разве не может быть тоже в модуле? Ему не надо. Оно и так положительно. Модуль-то, ну, по крайней мере, не отрицательный. Модуль всегда не отрицательный. Про g от x мы знаем, что оно больше либо равняется, чем модуль f от x. То есть условие теоремы, что g от x больше нуля? Ну, условие теоремы вот такое. Из него следует, что g от x больше нуля. Ну, справедливо. Я просто к тому, что если бы был модуль, у нас же тоже работало бы. Ну, если я поставлю тут модуль, тут модуль, да, но это вообще ничего не поменяет. Значит, просто мы рассматриваем... Расширить же нет теорему. То есть g от x может быть отрицательным. Никак не расширить. Если я поставлю вот здесь модуль, то я должен его поставить вот здесь. Ну, да. И поэтому это никак не расширит теорему. А почему в интеграле? Ну, интеграль тоже надо. Ну, потому что нам в конечном итоге нужно сравнить два интеграла. Значит, нам нужно будет сравнить интеграл от этого модуля с вот этим вот интегралом. Модуль g от x, это же уже другая функция. Сейчас, правда ли, что если мы поставим модуль здесь, а здесь не поставим, то теорема все равно будет работать? Я думаю, что это... Вопрос с колоквиума. Кажется, неправда, потому что у нас минус x и минус 2x, то минус 2x везде будет меньше, чем минус x. У него более отрицательная площадь получается. Сейчас у минус 2x-то и вот эта штука не сойдется. Нет, что-то сейчас не соображу, можно ли сюда поставить модуль, а сюда не ставить. Не знаю, надо подумать. Вот. Хорошо. Смотрите, значит, теперь давайте я еще один случай несобственных интегралов разберу. Значит, смотрите. Вот когда мы определяли интеграл Риммана по отрезку, мы говорили, мы доказывали теорему, что если интеграл Риммана существует, то тогда функция под интеграль обязана быть ограничена. Да теперь представьте себе, что мне ужасно нужно проинтегрировать какую-нибудь неограниченную функцию. Что делать, когда нельзя, но очень хочется? Нужно менять определение. А именно нужно рассматривать такую вещь. Значит, не собственный интеграл. Второй тип несобственных интегралов – это от неограниченной функции. Вот давайте представим себе, что у меня теперь есть такая штука. Значит, вот у меня есть функция, которая выглядит вот так. Ну, как она там дальше ведет себя, мне сейчас не очень важно, мне важно, как она ведет себя вблизи нуля. Давайте пусть у меня эта функция будет… y равно 1,9 на корень x? Да. Хорошо. Значит, это x, это y. Сейчас вы видите, почему именно на корень, а не просто, скажем, единица на x. И, допустим, я хочу его проинтегрировать, допустим, от нуля до единицы. Значит, вот если я под вот этим значком подразумеваю просто обычный интеграл Риммана, то никаких шансов на то, чтобы найти, чему он равен, нет. Потому что на отрезке от нуля до единицы наша функция не является ограниченной. Я теоретически могу ее как-нибудь… Но она в нуле вообще не определена, но там в нуле я могу как-нибудь доопределить, это неважно. Модификация функции в одной точке не влияет на интеграл. Но суть в том, что наша функция вообще не является ограниченной, и поэтому интеграл Риммана не существует. Значит, не существует, как обычный интеграл Риммана. Не является ограниченной на отрезке от нуля до единицы. Но если нам очень хочется все-таки этот интеграл найти, давайте мы как-нибудь его доопределим. И как вы думаете, как его можно доопределить? Как можно модифицировать этот интеграл, определение этого интеграла, чтобы этот интеграл все-таки сходился, все-таки существовал бы? Вы хотите вот так вот эту штуку интегрировать? Да. Это интересный подход, и у вас даже будет проявляться задача, если вы до нее дойдете в семинаре. Но не всегда так можно сделать. Ну, то есть сделать-то, может быть, и можно, но нам хочется чего-то более простого с вычислительной точки зрения. В конце концов, это же нам ничего не даст, у нас же у этой функции есть и горизонтальная асимптота тоже. Ну да, если мы перевернем, то мы столкнемся с той проблемой, что, а, нет, тут как раз проблемы не будет, потому что нас сейчас интересует вот такая площадь. Поэтому горизонтальная асимптота нам не повредит. Да, точно, спасибо. Вот, нет, и идея на самом деле интегрировать вот так, она ужасно здравая. Собственно говоря, настоящий правильный математический интеграл это не интеграл Риммана, а интеграл Либега. И интеграл Либега как раз устроен так, что в нем график делится на вот такие вот горизонтальные полоски, и потом эти полоски складываются. Так что идея очень здравая. Но мы не будем выходить за рамки нашего интеграла Риммана и попробуем как-то адаптировать его к нахождению вот такой вот площади. Как вы думаете, как это можно сделать по аналогии с предыдущей историей? Узять предел теперь левой границы. Да, давайте мы возьмем точку T. Давайте мы будем находить вот такие вот площади. А T мы, наоборот, устремим вот сюда вот, к нулю слева. То есть можно положить по определению. Что такой интеграл равняется пределу при T, стремящемся к нулю справа, интеграл от T до единицы до X на корень из X. Ну, давайте найдем, чему эта штука равна. Ну, 2 третьих X в степени 3 вторых. Да, значит, у нас здесь, значит, единица на корень из X, это все равно, что X в степени минус 1 вторая. И ей на их интеграл, ну, вообще, как правило, все ситуации, когда у вас есть вот какая-то вот такая вот штука, проще всего переписать ее в виде степени и потом интегрировать. Потому что со степенью у вас есть универсальная формула. Вы знаете, что нужно прибавить к степени единицу и на что-то там поделить. Тогда 2 в степени X. 2 корня из X. Значит, получается 2 корня из X, потому что у вас прибавляется единичка. Это означает, что в показателе будет 1 вторая. И вы поделите все на 1 вторую, то есть умножите на 2. Значит, получается, что это 2 корня из X и в пределах от T до 1. Ну, и получается, что это предел при T, стремящемся к 0 справа. 2 корня из 1 минус 2 корня из T. И эта штука равняется 2. Вот нашли наш несобственный интеграл. Ну, давайте посмотрим на какой-нибудь другой пример, скажем. Вот интеграл от 0 до 1 dx на X квадрат. То, с чего мы начали. Вот такая штука. Что получится? Ну, и RAM плюс бесконечность. Да. Значит, единица на X квадрат даст нам... Значит, мы уже считали от нее первообразную сегодня. Это будет минус единица на X в пределах от T до 1. Это будет предел при T, стремящемся к 0 справа. Что у нас тут получается? Значит, минус единица на единицу. Вычесть минус единица на T. Ну, да. Меньше-меньше. То есть, это просто предел при T, стремящемся к 0 справа. Минус единица. Плюс 1 деленное на T. 1 деленное на T стремится к плюс бесконечности. Угу. Дела нет. Да. Похож на правду. Да. Это для тех, для тех, для тех, у которых есть вертикальная симптома. То есть, как бы, вот это вот не собственный интеграл от неограниченной функции. Ну, давайте смотреть, когда он определен. Значит, вот у нас есть интеграл по отрезку от a до b f от x dx. При этом, допустим, что f, скажем, непрерывно на интервале от a до b. Но f от x стремится к либо к плюс, либо к минус бесконечности. Бесконечности при x, стремящемся, например, к a справа. Тогда у нас по определению, вот этот интеграл от a до b f от x dx. Это по определению предел при T, стремящемся к a справа, интеграла от t до b f от x dx. Хорошо. Вот. Дальше, на самом деле, возможно, разные комбинации. Значит, ну вот это сейчас пример, как бы это определение такого несобственного интеграла. Можно? А если еще в этом примере и b стремимся? Да, давайте я вот так сделаю. Давайте я вот так сделаю. Да, но действительно можно рассматривать какие-то более хитрые ситуации. То есть можно рассмотреть, например, ну хорошо, давайте начнем вот с чего. Вот давайте вот здесь я требую, чтобы у меня вот эта вот точка, в которой возникают какие-то проблемы, чтобы она была на границе отрезка. Давайте рассмотрим случай, когда у меня точка, где возникают проблемы, находится в середине отрезка интегрирования. То есть вот, например, я бы хотел сделать что-нибудь в таком роде. Скажем, у меня есть функция, которая называется, скажем, вот единица на корень из модулей x. Вот такая функция. И вот, допустим, я хочу ее проинтегрировать на отрезке, скажем, от минус 2 до единицы. Мы же воспользуемся свойством аддитивности и разобьем на 2 от минус 2 до нуля и от нуля до 2. Именно так мы и сделаем. Значит, интеграл от минус 2 до единицы до x разделить на корень из модуля x. Это по определению равняется интеграл от минус 2 до нуля, который, значит, вот этот интеграл определяется точно так же, как тот, который был выше, плюс интеграл от нуля до единицы. Значит, и вот эта штука, это предел при t стремящемся к нулю интеграл от минус 2 до t к нулю слева. dx на корень из модуля x плюс предел при t стремящемся к нулю справа интеграл от t до единицы dx. на корень из модуля x. Значит, вот если у вас особенность внутри отрезка интегрирования, то тогда вы можете разбить ваш интеграл на пару интегралов и просто их сложить. Заметим, что если хотя бы один из вот этих двух интегралов расходится, то тогда мы считаем, что весь этот интеграл тоже расходится. Вот в данном случае это не так. В данном случае этот интеграл будет сходиться. Но вот если бы я сделал бы так, чтобы у меня бы хоть одно из этих слагаемых стремилось бы к какой-нибудь бесконечности или просто бы как-то не существовало бы, то я просто по определению сказал бы, что вот этот интеграл в этом случае расходится. А если у нас функция, допустим, y равно 1 делить на x, и мы интегрируем от минус 1 до 1, то у нас расходится что-то? Да, значит, вот такая штука у вас расходится, потому что если вы хотите эту штуку определить, то вам нужно сказать, что вот она равняется пределу при t, стремящемся к нулю слева интеграл минус 1 до t dx на x, плюс интеграл от 1 до t до 1 до x на x. Значит, и вся эта штука расходится, потому что, например, вот этот вот интеграл расходится, потому что это есть предел при t, стремящемся к нулю слева. Значит, что здесь у нас будет? Логарифм. Что тут нужно сделать, чтобы посчитать такой интеграл? Логарифм, натуральный логарифм x, все. Ну вот если я сделаю вот так, то у меня будут проблемы. Модуль x. Да. Здесь нужно будет поставить либо модуль, либо можно просто вот так явно написать, что это натуральный логарифм от минус x. Понятно, значит, вот у меня сейчас на этом промежутке x отрицательный, поэтому его модуль это все равно, что просто минус x. Ну, а эта штука уже стремится к плюс бесконечности. Вот. Значит, и весь вот этот вот интеграл расходится. И это может быть немножко контринтуитивно, потому что кажется, ну, как он, какие могут с ним возникнуть проблемы? Ну, вот казалось бы, да, казалось бы, что у нас все симметрично, у нас нечетная функция, мы интегрируем по нечетному промежутку, и вроде бы как бы кажется, что, как не определяя интеграл, в любом случае у нас вот эта вот отрицательная площадь должна скомпенсировать вот эту вот положительную площадь. Просто из соображения симметрии. но на самом деле это не так. Дело в том, что вот это вот условие симметричности, оно должно, то есть вот теоретически мы могли бы сказать, что давайте мы будем вот эту вот t устремлять к нулю, и вот эту вот t устремлять к нулю как бы одновременно, так чтобы сохранять вот эту симметрию. И если мы это будем так делать, то действительно у нас получится, в любое допредельное значение будет нулевым, и в пределе будет тоже но. Но как только мы разрушаем вот эту симметрию скорости стремления t к нулю, у нас разрушается это условие, что вот эта площадь компенсирует вот эту площадь, потому что, например, если вот здесь вот t будет стремиться к нулю очень быстро, то вот эта площадь может стремиться к бесконечности быстрее, чем эта площадь. И поэтому все равно будет расходимость. Теоретически есть такая штука, которая называется главное значение ПКШИ, которая как раз говорит, что можно считать интеграл вот такого типа, выбирая симметричные области, устремляя здесь t к нулю справа и слева одинаково. Я нигде в своей жизни не видел этого главного значения ПКШИ, кроме как в курсе МОТ-анализа. Поэтому я про него подробно и не говорю. Ну, проблема с вот такой идеей, что давайте мы будем требовать, чтобы у нас вот эта вот штука была бы симметрична, в том, что, в принципе, вы можете сделать какую-нибудь замену переменных, которая вам по-разному перемасштабирует вашу картинку слева и справа. И вроде как при замене переменных интеграл должен меняться каким-то предсказуемым образом. Окажется, что вот эта замена переменных, если она сама будет несимметрична, она приведет к тому, что у вас нарушится вот это вот условие, чтобы все было бы здесь симметричненько. И, в общем, не получится. Не получается сделать интеграл, который был бы вот в этой ситуации определен, и поэтому обладал какими-то естественными свойствами, потому что он там хорошо ведет себя при замене перемен. Вот. Поэтому проще не мучиться, ну, по крайней мере, для наших целей. Проще не мучиться и просто объявить, что вот эта штука расходится. Ну, я не знаю. А что значит устремить одинаково t к нулю? Ну, вот смотрите, вот сейчас у меня вот это два отдельных предела. В принципе, я мог бы сказать, что давайте мы вместо того, чтобы написать вот такое определение для этого интеграла, как я написал, через два отдельных независимых предела, давайте мы скажем, что вот рассмотрим такой интеграл. Значит, интеграл, который будет выглядеть так. Предел при t, стремящемся к нулю справа, интеграл от минус единицы до минус t, dx на x, плюс интеграл от t до единицы, dx на x. Вот если я напишу вот такой предел, то вот эта штука как раз и будет гарантировать нам, что мы устремляем t, поддерживая и сохраняя симметрию картинки. Что у нас вот это t, это то же самое, что вот это t. Потому что я оба этих интеграла запихнул под один и тот же предел. Но вот здесь вот они под двумя разными пределами, поэтому тут вот это t не имеет никакого отношения к этому t. Мы их считаем по отдельности, эти два предела. Вот такой предел будет существовать. Но я говорю, что использовать этот предел для того, чтобы определить значение вот такого интеграла, в общем, дело такое не очень перспективное. Ну, я не знаю, на самом деле есть разные подходы к тому, как бы там определить чего-нибудь такое, что не определено. Например, у физиков возникает такая задача очень часто, когда у них возникает какой-нибудь интеграл, который гарантированно расходится, но они делают какой-нибудь трюк, говорят, что давайте мы его как-нибудь сделаем так, чтобы вот он сходился. Как-нибудь там регуляризуем, как-нибудь изменим определение, и он начнет сходиться. Но у физиков как-то это довольно часто работает. Но все-таки... В общем, теоретически можно вводить какие-нибудь такие хитрые определения, но по умолчанию мы считаем, что такой интеграл расходится, потому что вот какая-то из его компонентов расходится. Вот. Ну и давайте последнее я скажу. Вот представьте себе, что у меня есть какой-нибудь вот такой интеграл, скажем, от минус бесконечности до бесконечности. Плюс бесконечности, нет? Да, плюс бесконечности, да. Вот. Что это означает? Ну вот если у меня у функции нет никаких особенностей, то это просто можно сказать, что это интеграл от минус бесконечности до какой-нибудь точки А плюс интеграл от А до плюс бесконечности. Ну и дальше использовать те определения, которые были выше. То есть я сфиксирую какую-нибудь точку А и говорю, что я разбил мой интеграл на сумму двух интегралов таких. Если у меня мало того, что интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, так еще и там есть какие-то особенности. То есть где-нибудь на этом интервале функция стремится к бесконечности. Представляю себе какую-нибудь вот такую функцию. Вот такая вот штука. Ну, допустим, у меня здесь есть какая-нибудь точка А, а здесь есть точка Б. Ну, тогда я говорю, что интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности f от x dx разбивается в такую сумму. Это будет интеграл от минус бесконечности до какой-то точки x1 плюс интеграл от x1 до а плюс интеграл от а до какой-нибудь точки x2 плюс интеграл от x2 до какой-нибудь до точки b плюс интеграл от b до какой-нибудь до точки x2 до плюс бесконечности. То есть как бы идея просто состоит в том, чтобы разбить наш интервал, на котором мы все интегрируем, на кусочки, так, чтобы на каждом кусочке функция была бы, что вот проблема у функции возникала бы только на границе этого кусочка. Либо у нас одна из границ – это бесконечность, как вот здесь и как вот здесь, либо у нас в одном из кусочков функция неограничена, как вот тут или вот тут. Вот. После этого использовать те определения, которые были даны выше. Ну и опять же, если хотя бы один из этих интегралов расходится, значит все, мы считаем, что вот этот интеграл тоже расходится. Вот. Ну вот такая вот история. Значит, надо сказать, что вот такие вот интегралы для функций ну вот такого вот типа, когда у нас сама функция уходит на бесконечность. Встречаются не так часто, у меня, по крайней мере, встречались не так часто. А вот интегралы по бесконечным отрезкам интегрирования, по бесконечным промежуткам интегрирования, это штука, с которой вы столкнетесь довольно быстро, когда будете обсуждать теорию вероятностей. Там возникнут всякие функции распределения, которые могут быть определены на всей числовой прямой. Их нужно интегрировать по всей числовой прямой. и там как раз вот это вот самый такой ходовой инструмент не собственно интеграл вот но вот такая история если какие-то вопросы вот мы когда рассматривали интеграл 1 9 на корень из x вы говорили про интеграл либо и гамма у нас будет в программе потом в дальнейшем нет вряд ли может быть на теории вероятности что-нибудь такое рассказывают по моему нет интеграл либо это хорошая штука но это такой ну как бы это самый лучший интеграл более-менее которые математики придумали поэтому довольно его довольно тяжко определять нужно вводить мир люби ага там есть свои тонкости в общем не знаю может быть может быть мы все-таки сделаем курс функционального анализа если на это будет спрос там наверно расскажут когда нибудь вот еще вопросы а можно вот по самому последнему интеграл который вы нарисовали вот вот эти точки x1 x2 x3 это вот мы их определяем также как мы определяли их можно до этого от а до плюс бесконечность их можно как угодно то есть как бы вот допустим вот эту точку x1 можно положить куда угодно вот на этом интервальчике я просто хочу разделить две особенности особенность связана с тем что здесь у нас бесконечный промежуток и особенность что связана с тем что у нас здесь функция уходит на бесконечность как конкретно точку x1 выбрать неважно потому что если я ее сдвину допустим вот отсюда вот сюда то если у нас все интегралы сходятся то вот этот вот интеграл левой потеряет вот эту площадь но зато она перейдет к вот этому правому интегралу и суммарная площадь не изменится поэтому как конкретно выбрать эту точку x1 не важно важно чтобы она разделяла бы как бы те кусочки на которых у нас возникают проблемы то есть мы выбираем эти точки на промежутках там вот этот минус бесконечности до а ставим где-то x1 до а до b до на интервале от а до b и на интервале от b до бесконечности до плюс бесконечности еще вопросы вот этот минус бесконечности до а до конца